Здравствуйте, скажу вас. Пример, фамилию, отчество. Гармаш Александр Владимирович. Откуда вы приехали? Я приехал в Теренковскую область, поселок Гончаровск. Какая у вас воинская часть? Воинская часть, первая танковая припада, поселок Гончаровск. Звание? Звание старший лейтенант, командир звэдиного взвода. А сюда попали как? Сюда попали, в частью формировался звэдиный педроздил и в составе этого звэдиного педроздила нас перебросили сюда. Когда вы сюда приехали, вы рассчитывали увидеть, кого вы здесь? С кем вы собирались воевать? Когда мы сюда, вернее, как мы сюда ехали, когда мы сюда приехали, как нас инструктировали, насколько мы были осведомлены, то есть противостояние с террористами, оттеснение террористов, неопределенные бандформирования, опять же, настолько нас инфармировали, контроль блокпостов, ну и всякие вот такие вот задачи были. Ну, в результате, что вы здесь увидели? Вы увидели этих террористов, увидели эти бандформирования? В общем, в результате, после того, как мы с моим подразделением попали в плен, при общении, как нам говорили, с террористами, они таковыми не оказались, это просто было мирное население, которое, обыкновенные работяги, рабочие, шахтёры, предприниматели, все-все-все, просто люди поднялись на защиту своей земли. То есть совершенно противоположная ситуация оказалась, о которой нам рассказывают. Ну, вы понимаете, что украинская армия здесь ведёт войну, войну гражданскую? Осознаёте это? Да. Ну, я так понимаю, когда вы ехали сюда, у вас было желание, да? Защищать людей от террористов, бандформирования, бандформирования, детей, женщин, стариков, правильно? Да, 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 да. Ну, дело в том, что в результате, получается, здесь гибнут как дети, которые вы должны защищать, старики. Вот ваши войска здесь приехали, пришли защищать. В результате погибают мирные люди. Обстреливаются города, обстреливаются промышленные предприятия, обстреливаются садики, детские школы. То есть, как бы, мы шли сюда с целью защищать, а получается, что вы проявляете насилие. Получается, получается такая ситуация, да? Ну, вот попали вы в плен. Над вами издевались здесь? Ну, в плане, в этом плане, то есть, никаких издевательств не было, там, рукоприклазок таких. Все спокойно, как в человеческих рамках, как кормят, если есть какие пожелания, то есть, пожелания прислушиваются к пожеланиям к этим. Ну, в принципе, все устраивает. А когда попали в плен? В плен попали 26-го, по-моему, да, 26-го числа попали в плен. А вы можете, как бы, немножко рассказать, вообще-то, историю, как вы попали в плен? Как мы попали в плен, в общем, у нас был старший командир, старший нашей команды, заводяного нашего предрозива. Выдвинулись, получил задачу выдвинуться на позицию, занять пост. Мы прибыли на это место, открытая местность, открытая местность, в общем. Сразу поняли, здесь, ну, пахнет жареным, будет пахнуть жареным, потому что местность такая. Начали занимать позицию, окапывался, пошел первый обстрел, потом второй обстрел, третий, и мы поняли, надо сворачиваться, возвращаться обратно, вместо дисфокассы, свое время, да. По возвращению обратно попали под плотный огонь. Был небольшой бой, ну, минут, может, от трех до пяти максимум. Все, потом был плен. Потом был плен, задержание, доставили нас в отделение, выяснение личности, данные, и потом были старые. У вас есть связь с другими ребятами, которые воюют в разных местах? Вы общаетесь, как бы? Есть, есть. Ну, созванивались там с ними? Ребята с другими ребятами созванивались, рассказали про случившуюся с нами ситуацию, случившуюся ситуацию, ну, я думаю, они делают выводы. Ну, как бы настроение у них немножко меняется, да? Настроение у них, оно, скажем так, и так было немножко упадническое. Ну, я бы не сказал, что прям конкретно такое негативное настроение, но немножко растерянное было. Ну, я понимаю, разочарованное, да, во всем этом движении? Да, да, да. Слышал, не знаю, правда-неправда, возраст. Верховная Рада приняла мобилизацию, дополнительную мобилизацию войск. Дело в том, что, я так понимаю, тут и так уже люди собраны, те, которые умеют воевать, так? Вы просто представляете, кого еще сюда привезут умирать? Ну, люди, 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 которые уже, как бы, в возрасте, которые... Это, скажем так, будет живая стена. Да. Ну, в моем понимании. Вас выпустят, вы поедете домой. Дальше ваши какие действия? Вернетесь опять в армию? Значит, мои действия дальнейшие, это сложно об этом сейчас говорить. Возможно, вернусь, но не на те должности, которые могут повлечь за собой какую-то дегитативную ответственность. Если нет, то это будет рапорт и уход из бронесов. То есть уголовная ответственность будет ложиться, если вы откажетесь? Уголовная ответственность за любым военнослужащим. Военнослужащий – это подневольный человек, скажем так, за которым за спиной идет не один десяток статей, по которым могут изменить его судьбу, жизнь дальнейшего, скажем так. То есть, ну, готов ко всему, к этому готов. Понятно, что от всего не защитишься, скажем так. Ну, как? По возвращению, я так понял, по возвращению домой, ты можешь опять вернуться назад. Правильно? Сюда? Да. Нет, сюда однозначно возвращение. Ну, а если, ну, не будут тебя спрашивать? Скажут, поедешь в Одессу, где-нибудь на Базакласске. Нет, возвращения однозначно не будет, если и так, то пусть лучше будет уголовное ответственность. Ну, были случаи, когда ребят отпускали домой, и через какое-то время они опять попадали в плен, те же самые. Опять им дают оружие, и опять они их заставляют стрелять. Ну, я, скажем так, на 50, может даже уже на 70%. Разочарован в плане, как мы здесь, или благодаря чему мы здесь оказались, вот. То есть, ну, я присягу давал все-таки народу Украины. Правильно. Правильно. Ну, ты же знаешь, что есть в уставе 30-й пункт, где вы не обязаны выполнять... Исполняйте заключение. Да, исполняйте преступные приказы. Есть. Вы имеете право отказаться. Есть. Ну, были случаи, когда ребята не хотели, солдаты не хотели стрелять, их заставляли. У меня такого не было. Ну, вообще, вот, как бы, слышали такие истории? Мы не такое продолжительное время находились здесь, чтобы... А вы просто еще не в курсе, да, как здесь воюют? Просто... Методов вот этих, ну, до наших ушей этих методов еще пока нет. Дело в том, что призывались ребята не только, там, центральной, с Южной, с Западной Украины, призывались ребята еще и с Восточной Украины, вот, и их заставляют стрелять в своих же людей, в свой народ. Откуда они вышли, где они родились, с кем они общались, своих братьев, своих отцов, понимаете? Да, понимаю. И, вот, каждый день, в Луганске, если вас привезти на экскурсию, вы просто будете в шоке. В Луганске это уже мертвый город, где все, много домов разрушенных, детские садики, магазины, провести вас по частному сектору, где просто людям негде жить. Все сгорело. И каждый день, каждый день собирают трупы людей. Вот, на данный момент уже в Луганске насчитывается 90 мирных жителей. Я своими глазами это все видел. Просто, действительно, это страшно. И воюет, украинская армия воюет с людьми. Да, теперь мы это видим. Ну, хотелось бы всем донести, скажем так. Потому что слепы, глухи при исполнении приказов. Ну, информация вся перекрученная. То есть, мы делаем то, что они хотят, чтобы мы сделали. Вы будете стараться не допустить, хотя бы, по крайней мере, вашим знакомым, там рассказать. Однозначно, однозначно хочу довести всю эту информацию всем знакомым с вами. Довести до общественности, чтобы вы не знали, что здесь делается. Что вы не находитесь где-то в Одессе, там, Днепропетровске. Вы находитесь на востоке Украины. Да, да, да. И воюете с народом, с людьми. Продолжение следует...